Ужасные новости. Мошенники под видом ФСБ начали лишать россиян квартир. Телефонные мошенники придумали схему, из-за которой граждане лишаются сбережений и жилья. Об этом заявило агентство УПРАИМ заслуженный юрист России Иван Соловьев. На самом деле возникает очень много вопросов, и вы сами поймете, когда мы дочитаем данную статью. Злоумышленники под видом сотрудников ФСБ информируют о том, что в отношении гражданина оформлены кредиты в десятки банков. Примечательно, что почти в каждом случае якобы указана квартира жертвы. Злоумышленники убеждают, что жилье необходимо временно переписать на сотрудников ФСБ. Такая мера, как утверждают аферисты, позволит сохранить недвижимость. По словам Соловьева, данная схема не является одномоментной. Он отметил, что жертву обрабатывает целая бригада. Речь идет о сотруднике ФСБ из отдела по борьбе с финансированием терроризма, следователе, сотруднице ЦБ, а также операторе с портала госуслуги. Соловьев предостерегает от беседы с незнакомыми людьми по телефону. Он обратил внимание на то, что сотрудники ЦБ, ФСБ и прокуратуры никогда не звонят физическим лицам. Ранее сообщалось, что мошенники, представляясь продавцами импортных лекарств для домашних животных, пытаются выманить деньги и платежные данные у россиян. Они предлагают такие препараты через мессенджеры. На самом деле, очень много вопросов, как пишут в комментариях. Почему силовые структуры, правоохранительные органы не возбуждают дела против этих мошенников? Ведь очевидно, что квартиру просто так украсть и вывести из страны невозможно. В конечном итоге выяснится бенефициар, ведь на кого-то эта квартира будет оформлена. И как раз этого человека можно отловить и по цепочке найти этих аферистов. Но, видимо, правоохранительным органам РФ до этого нет никакого дела, как пишут в комментариях. Козлом отпущения в любом случае остается обычный, порядочный налогоплательщик, гражданин РФ, как пишут в комментариях. Ну а вы пишите свое мнение в комментариях, делитесь этим видео, чтобы обезвредить этих аферистов и обезопасить своих родных и близких. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Мы будем следить за новостями.